МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Вадим Пачема. В первой десятке на Питерском международном экономическом форуме озвучили итоги инвестиционной привлекательности регионов. На каком месте мы? В Чебоксарах проверяют готовность пляжей к купальному сезону, где можно зайти в воду, не зная броду. До следующего года в Чебоксарах закрылся 11-й международный кинофестиваль. Кто взял гран-при? В Санкт-Петербурге продолжает работу международный экономический форум. Сегодня были подведены итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Подробности с места событий у Дмитрия Ковалева. Итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов подводили в расширенном составе. Чувашия на восьмой позиции, позади Московская область. В тройке лидеров Тюмень, Москва и Татарстан. Вообще попасть в первую десятку крайне сложно, отмечают эксперты. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов подводят фото уже на протяжении пяти лет. В этом году в агентстве стратегических инициатив существенно изменили подход к оценкам. Это повлияло на окончательный итог. Ряд субъектов из списка 20 опустились вниз. Но все же, отмечает руководитель ОСИ, рейтинг инвестклимата объективен. Напомню, впервые мы установили четкие целевые показатели по каждой проблемной для бизнеса процедуре. Не условные проценты, а часы, дни, количество документов. Не просто, например, хороший инвестпортал, а список четких требований к нему. Время подключения к сетям 73 дня, а не 90, минус 10 дней по сравнению с прошлым годом. Поддержка малого и среднего предпринимательства. Тут вырос целый ряд показателей, но знаковый, на мой взгляд, это доля госзакупок у малых предпринимателей. В 2015 году цифра была смешной, 0,3%. В 2017 год уже 36%. Очень серьезно вырос уровень развития государственно-частного партнерства. Это значит, что созданы условия для реализации проектов, которые возможны только при совместном участии государства и бизнеса. В 2017 году таких проектов уже было почти 2000. За время существования рейтинга инвестиционная среда регионов заметно улучшилась. Это отмечают ведущие эксперты. Так, за последние годы сократилось время регистрации бизнеса, постановки на учет, повысилось качество телекоммуникационных услуг. Всего в рейтинге ОСИ свыше 40 показателей. В регионах первой двадцатки, считает президент деловой России, работают эффективные управленческие команды. Здесь уже как бы вот на этом уровне уже нужно, как бы уже недостаточно быть хорошими, уже нужно каждый год искать, что можно сделать еще, что сделать дополнительно. И вот в этом контексте, мне кажется, мы уже переходим от просто от практик, ну, которые где-то уже опробованы, где-то сделаны, к изобретению новых решений, как сделать, как мы это максимально ориентирован на бизнес. Спасибо. Глава Чувашии отмечает, что бизнес чувствует перемены. Результаты рейтинга отражают доверие предпринимателей к органам власти. Мы, вот, пятый год участвуем в этом рейтинге, четыре года подряд находимся в десятке лучших регионов Российской Федерации. Вообще оценка проводится среди топ-20 лучших регионов Российской Федерации. И вот десятка говорит о чем? На сегодняшний день система сама работает, нет суеты, стабильная обстановка, и принцип уважения, доверия к предпринимательскому сообществу имеется со стороны органов власти, и принцип доверия и уважения имеется со стороны предпринимательского сообщества. Конечно, мы чуть-чуть уступили свое место. Почему? Потому что отдельные регионы, имея другую базу, они в динамике лучше поднимаются. Но дальнейшая наша работа в чем заключается? Деловой климат дает возможность привлечь инвесторов. В ближайшее время инвестиционный климат в стране обсудят и члены Госсовета. На повестке кадровый потенциал регионов, развитие цифровой экономики, поправки в нормативные акты. Глава региона в своем докладе обозначил меры поддержки малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей необходимо создавать комфортную среду, снижать административные барьеры и налоговые ставки. Конечно, органично вписывается в решение обозначаемых предпринимательским сообществом проблем, реализуемые по своей стране целевые модели по упрощению ведения бизнеса с четкими, конкретными ориентированными. Так, в рамках реализации целевых моделей снижаются налоговые ставки для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, устанавливаются налоговые льготы по патентной системе налогообложения. Данные меры способствуют легализации работы малого бизнеса, выходу из серых схем. Как эффективный инструмент развития, зарекомендовал себя под программу развития малого и среднего предпринимательства. Благодаря ей в регионах страны обновляются основные фонды предприятий, осуществляющих производство, импортозамещающие продукции. Мы считаем, что сегодня для решения задач, поставленных перед нами президентом России, необходимо сохранить данный инструмент развития и довести его финансирование до 25 миллиардов рублей, то, что было раньше. Рейтинг эффективности регионов должен стать ориентиром для инвесторов. На новые точки роста ориентируются и власти Чувашия. В рамках экономического форума прошло более 100 деловых мероприятий. Другие подробности с экспоцентра Северной столицы в нашем эфире в понедельник. Сегодня в Чебоксарах проводили в последний путь народного артиста Чувашской республики Ивана Христофорова. Сердце Ивана Христофорова перестало биться на 84-м году жизни. После себя он оставил богатое музыкальное наследие. Иван Иванович работал артистом в государственном академическом ансамбле песни и танца, в хоре гостелерадио Чувашской АССР, в фольклорном ансамбле Щавал, академической симфонической капелле. В его репертуаре были не только произведения чувашских композиторов, но и народные песни. В фонде Чувашского и Российского радио хранится более 200 вокальных произведений в исполнении Ивана Христофорова. Проститься с артистом пришли сотни людей. Среди них друзья, коллеги, поклонники его творчества. В серой центре и деревне-поселении Диаспора в России объехал неоднократно с делегациями и прочими. И сам лично у меня в Порецком районе в Шадрихе открывал он картинную галерею в 95-м году. Я написал его портрет, естественно, с гитарой, раскрыл он его лет 7 назад в Ядрине. Наша выставка художников Чувашии в Ядрине. Его портрет висит. Ночью гроза, пожар. 58 картин сгорело у нас. Я написал второй портрет. Этот портрет сейчас в художественном музее и фондах закуплен. Анне кинофестиваля. Несколько часов назад в столице Чувашии завершился международный кинофестиваль. Кто получил заветные статуэтки, расскажет Юлия Важенина. Целую неделю столица Чувашии была похожа на один большой кинозал. Все желающие смотрели фильмы на площадках Чебоксарского международного кинофестиваля. 11-го по счету. Очень теплая атмосфера. Я до этого был несколько лет назад всего один день. Меня довольно трудно сравнивать, но всегда в Чебоксарах очень тепло, душевно и человечно. Работы разные, но в принципе, мне кажется, что довольно такой любопытный подбор фильмов и есть очень хорошие фильмы. И судя по реакции зала, фильмы, в общем, тронули. Южная Корея, Монголия, Австралия, США. В этом году в фестивале участвовали более 40 режиссеров, продюсеров и актеров. А зрители смогли увидеть 24 картины. Фестиваль замечательный. Такое разнообразие. Вообще у меня не было ожиданий, я не знала, что ожидать, поскольку это первый раз в Чебоксарах. Но такое интересное кино мы смотрели. Из Бурятия, из Башкортостана, из Чувашии, из Иркутска, из Татарстана, из всех, которые принимали участие. Воспоминания на всю жизнь. Игровые, анимационные, документальные фильмы, мастер-классы, творческие встречи. Программа кинофорума была очень разнообразна. Одиннадцатый праздник кино стал по-настоящему международным. В основной программе представлено три иностранных фильма. Кстати, один из них, «Турецкое седло», получил сразу три статуэтки. За лучший сценарий, главную мужскую роль и специальный приз жюри. Это счастье. Спасибо. Спасибо фестиваль. Отметили и нашу картину. Юрий Спиридонов получил статуэтку за лучшую актерскую работу. Работаем в Чувашии, снимаем кино в Чувашии. Мы любим Чувашии. Поэтому эта награда для меня действительно неожиданна. В этом году в конкурсе этнического регионального кино участвовало 15 картин. Каждая из них отличалась интересным сюжетом и глубиной мысли. В итоге статуэтка досталась Ильшату Рахимбайо. За картину «Представь». Сам режиссер не смог присутствовать на закрытии, но статуэтку ему обещали передать. Это молодой режиссер, у него все впереди. Я думаю, что этот приз будет для него, ну таким подспорьем, он будет развиваться и еще не раз порадует вас своими картинами. За приз конкурса игрового кино боролись 9 работ. Гран-при присудили картине Виталия Суслова «Голова, два уха». Кстати, режиссер участвует на нашем фестивале не первый раз. В 2015 году его картина «Дефиле» получила специальный приз жюри. Ощущение очень прекрасное, радостное и очень светлое. У вас очень замечательная публика, очень честная, и публика, которая приходит поговорить. Это очень важно. Традиционно вручили и специальный приз главы Чуваши за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве. Его получила картина «Золотая рыбка». Ей же отдали свои симпатии и зрители фестиваля. Спасибо вам огромное за такую высокую оценку нашего труда, потому что зрительский приз для меня – один из самых главных призов, потому что все-таки самое главное – это чтобы зритель видел и ценил картину. Награду как лучший оператор получил Евгений Мусин за работу над лентой «Рок», а лучшей режиссерской работой признали картину «Нагорная проповедь» корейской буддийской монахини Юйон И. Я хочу выразить свою благодарность членам жюри, которые так высоко оценили мою работу. Этот приз за лучшую режиссуру, мне кажется, поможет моему фильму «Нагорная проповедь» найти своего зрителя в гораздо большем количестве стран, регионов, других регионах России, поэтому я была очень рада получить его, мне очень приятно и большое спасибо за то, что оценили мою работу, такую очень непростую по своему содержанию. Режиссер уже планирует снять продолжение идеи фильма «Нагорная проповедь» и посвятить ленту тому, как сделать жизнь всех людей лучше посредством единения с Богом. Возможно, уже на следующем фестивале мы увидим ее работу. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. До официального начала купального сезона осталась неделя. Горожане смогут отдохнуть на четырех пляжах. Это Центральный, Афанасьевский, Новосельский и Левобережный. Как идет их подготовка, проверяли специалисты и наша съемочная группа. Вместо отдыхающих по Центральному пляжу гуляют тракторы. Недавно сюда завезли 1800 тонн песка. Сейчас техника его распределяет и выравнивает. В прошлом году пляж капитально обновили. В этом перемены продолжаются. Почти достроили новые спасательные и медицинские пункты. Вдоль дорожек установят новые скамейки. На выбор несколько видов. Какая из них удобнее, комиссия во главе с руководителем столичного управления ЖКХ проверила лично. Далее по плану проверка кабинок для переодевания и душевых. Следующий пляж Афанасьевский. Все, покраска закончена. Песок завезу сегодня ночью. Пляжные зонтики, кабины для переодевания, спасательная вышка. Почти все готовы к приходу отдыхающих. Такая же ситуация и на Новосельском пляже. Сюда тоже должны завести свежий песок. Но работать эти два места отдыха будут не каждый день. Территорию огородят и сделают два входа. Связано это с проведением работ по реконструкции Московской набережной. У нас двух сторон будет информационная черта. Для внимания горожанам пляж работает в выходные и праздничные дни с 10 до 20 часов согласно распоряжению. Безопасность под особым контролем. Для детей сделают зону для купания, оборудуют медпункты. На каждом пляже будут работать минимум три спасателя. У них есть оснащение. Во-первых, одежда, которая выделяет их от отдыхающих. Во-вторых, будут на пляжах на всех спасательные круги. Конец Александрова, так называемый, который нужно бросить утопающему. И со специальных вышек матросы, спасатели будут наблюдать. В ближайшее время водолазы проверят дно. К началу сезона там не будет никаких камней, осколков и тины. Специалисты Роспотребнадзора уже проверили качество воды. Она соответствует нормам. На подходе результаты проб песка. Такие тотальные проверки пляжи проходят несколько раз в год. В короткие сроки эти замечания устраним. Они не такие критические. Где-то там надо подкрасить чуть-чуть, где-то поменять. А так, в основном, мы уже не первый год занимаемся подготовкой пляжей. Эти работы, у нас коллектив уже знает эту работу. Мы завершим до 30 мая. Самая главная проверка у столичных пляжей еще впереди. И какую оценку поставят горожане, мы узнаем совсем скоро. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. У наших соседей в Республике Татарстан пройдут 6 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу. Первая встреча состоится уже 16 июня. Франция сыграет с Австралией. Для помощи в обеспечении порядка в Казань сегодня отправились полицейские из Чувашии. Сводный отряд полиции будет помогать в обеспечении безопасности спортсменов и болельщиков и охране порядка на матчах Мундиаля. Большая честь для вас, сотрудников, которые выезжают в составе сводного отряда в Казань. Добрый путь, ребят! Сразу после напутственных слов отряд отправился к автобусам. В командировку наши полицейские уехали прямо с Красной площади. В Чебоксарской школе искусств номер один 32 ученика успешно сдали экзамены. Это первый выпуск детей, которые обучались по федеральной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись». На экзамене, как и положено, строгая комиссия. Ученики защищают свои работы. Присмотреться к талантам на экзамен приходят представители профессиональных учебных заведений. Так они знакомятся с будущими абитуриентами. Год от года уровень и качество подготовки обучающихся, ну и наших витриентов, растет. Это выражается в том, что наши уже выпускники нашего училища поступают в ведущие вузы страны все больше и больше. И вот в этом году к нам приезжает председатель защиты дипломных работ башкирцев. Это Репинская академия. Талантливые ученики первой школы искусств ежегодно доказывают всем, что они действительно первые во многих направлениях. 717 детей только в этом году выступили на 7 международных, на 6 всероссийских, на 5 межрегиональных, 13 республиканских, 13 городских конкурсах-фестивалях. 604 стали лауреатами. В школе искусств 5 отделений – музыкальное, театральное, хореографическое, художественное и эстетическое. Один из лучших проектов, который здесь реализуется – «Гармонь душа моя». Он зарождался как городской, а вырос до всероссийского. Мы в этом году провели пятый всероссийский конкурс «Гармонь душа моя», в котором участвовало почти 200 участников. География наша широкая. Марийская республика, Татарстан, Чувашская республика, Нижегородская область. У нас бывают гости из Липецкой области, из Ульяновской области. В школе искусств закладывается фундамент для продолжения образования в художественном или музыкальном училище, а затем и в ВУЗе. В этом суть предпрофессиональной программы, которая успешно реализуется в школе искусств. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. В это воскресенье в Чебоксарах пройдет ставший уже традиционным зеленый марафон Сбербанка. На протяжении последнего месяца известные люди нашего города вместе с национальным телевидением Чувашии готовились к зеленому марафону, который пройдет уже в это воскресенье 27 мая. В 8.30 утра все любители бега соберутся на заливе около монумента Матери Покровительницы, чтобы зарегистрироваться, получить свои номера и выйти на старт. В этом году участники смогут выбрать одну из двух дистанций – 4,2 километра или 10 километров. А всех болельщиков ждет большая развлекательная программа. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok